Всем доброе утро! Сегодня будет видео Get Ready Me, собираясь вместе со мной. Давно я не снимала такого плана видео, вообще макияжных видео давно не было на канале. И по комментариям вижу, что некоторые из вас уже соскучились по макияжам. И так как сегодня у меня есть время самое главное, ну и вдохновение. Это второй фактор, который необходим для того, чтобы снимать макияжное видео, не раз вам говорила. И поэтому я решила воспользоваться и собраться вместе с вами. Поэтому сегодня я буду начинать с лица. Первым делом буду использовать праймеры. Два. Первый от марки Touch & Soul, который я купила по очень смешной цене в магазине TK Max. За 3 евро, мне кажется, если не ошибаюсь. Это праймер, который затирает поры, разглаживающие поры. И вы знаете, я использую уже больше недели, ну полторы недели минимум, возможно и две недели подряд этот праймер на работу. И хочу сказать, что он мне очень понравился. Наношу я его вот в эту часть. И мне безумно нравится, как тональная основа в течение дня выглядит на этой зоне. Она очень гладко сидит, абсолютно не стирается. Ну конечно, от тональной основы тоже зависит. Надо попробовать с теми тональными основами, которые менее стойкие. Допустим, от Essence Fit Me. Очень мне нравится эта тональная основа. Единственное, она не стойкая. Так что будет интересно на этом праймере протестировать. Тут тональная основа от Essence. Единственное, что мне не нравится в этом праймере, это отдушка. Она сильно парфюмированная. Но хорошо, что этот аромат быстро выветривается. Пока я втираю, там буквально максимум 10 секунд. И я перестаю ощущать эту сильную парфюмированность. И на остальную часть я наношу праймер от Essence Glow Serum. Праймер называется, который идет с арбузиком. Посмотрите, я уже сколько израсходовала этот праймер. Потому что использую каждый день в макияже. Прям хорошо пошел. Я не скажу, что есть какие-то изменения, как носится тональная основа в этих частях. Мне кажется, не знаю. Не обратила на это прям внимания. Но мне нравится то, что этот серомат дополнительно хорошее увлажнение дает. Так, давайте первым делом наношу праймер. Вот столичка мне его хватает. Прямо капельюсечку. Видите? На одну часть и на другую. Время сейчас пол седьмого утра. Вижу, что достаточно облачным. Возможно, картинка будет не настолько четкая. Но потихонечку светлее и светлее будет становиться. Я думаю, что в конце УГИ 3D и УМИ уже достаточно светло будет. Но я думаю, при создании макияжа особо прям не нужно, чтобы было что-то видно. А макияж глаз, я думаю, когда доберемся до макияжа, глаз уже будет посветлее. Так, теперь буду использовать Эссенс. Очень приятный, мне нравится аромат. Вы знаете, он такой парфюмированный, но приятный парфюмированный. Потому что я бываю парфюмированный как раз-таки вот этот вот, да? Сильно, слишком сильно. Эссенс очень хороший, приятный, искусственным арбузиком пахнет, можно сказать. Очень свежий. Я не скажу, что прям лицо глоу становится чуть-чуть, возможно. По идее это не важно. Мне нравится то, что вроде как немножко вот эта вот липкость есть. И мне это нравится в праймерах. Не сильная, конечно, липкость. Потому что на такие продукты очень хорошо ложатся тональная основа. Тональная основа сильно схватывается. Так, переходя к тональным основам, я буду сегодня смешивать консилер. И две тональные основа получается. Консилер от Манхэттен. Чтобы заканчить, потому что самостоятельно я не могу этот консилер носить. Мне не нравится, как он смотрится под глазками. Немножко консилера. Вот, столечка совсем мало. Чуть-чуть. Вот эта вот тональная основа. Понемножку добавляю, чтобы и там, и там продукты расходовались у меня. Тем более мне эта комбинация нравится. Уже не раз носила на работу. И добавляю еще тональную основу от Клиник. Вот прям совсем немножко. И вот этого мне будет достаточно. Вот, видите? Вот, столечка. Прямо как раз таки на все лицо я все вот так вот смешиваю на руке. Вот, продукта совсем мало, по идее. Надеюсь, видно будет. И в итоге расходуется у меня и консилер, и тональные основы. У меня ощущение, что из-за того, что у нас же достаточно много солнца было, можно сказать, в каких-то днях лето настоящее, плюс 25, у меня кожа лица, мне кажется, немножко потемнела. Как обычно, кожа лица темная, а шея всегда светлая. Кстати, представляете, я в последнее время тональные основы наношу именно пальцами. Не знаю, вообще не тянется рука ни к листям, ни спонжам. Кажется, что с пальцем более ровнее ложится тон. Видимо, из-за того, что кожа с кожей, видимо, прикасается. Не знаю, с чем это связано, но мне безумно нравится, как кожа лица выглядит при нанесении тона с пальцами. Вот, более ровно, что ли, гладко. И не переборщите. Но, с другой стороны, тут все зависит от того, сколько тональной основы наносить. Если много наносить, конечно же, будет кейки весь на лице. Но вот я с каждого продукта, да, по чуть-чуть добавила. И набрала то количество, которое я использую каждый день. А если бы я брала чисто оттельную тональную основу, воспользовалась бы, допустим, только одним тоном от Revlon, то, естественно, та тональная основа быстрее бы заканчивалась. Так что так, из того, что мне хочется и там, и там, чтобы продукты заканчивались, я по чуть-чуть набираю. Но комбинацию тоже нужно знать, точнее, дозировку. Так как бывает, что некоторые тональные основы и консилер, конечно же, между собой не сочетаются и не очень красиво смотрится. Сейчас мне безумно нравится, как выглядит кожа. Видите? Она натуральная, все веснушки у меня видны, но, тем не менее, тон лица выровнялся. Тон лица выровнялся не до конца сейчас, потому что буду использовать мой любимый консилер от Nars, конечно же. Обожаю его в оттенке Custard. Наношу совсем чуть-чуть. Много не надо этого консилера. Он имеет хорошее покрытие. Не скажу, что плотное-плотное, но такое среднее покрытие. Прямо пальчиком тоже разношу. Однажды, представляете, я будильник поставила, как обычно, на 4 часа, иногда бывает на 4.05. Думала, сейчас немножко закрою глазки и встану. Ага, закрыла глаза, просыпаюсь 39 минут, 4.39. А я должна еще лицо мыть, сделать уход. Это минимум 10 минут пройдет. Получается, где-то в 50 минут, в 4.50 я начала краситься. Вы знаете, насколько быстро все это сделала? Я думаю, что с тех пор я начала пальцами разносить тон, потому что в тот день как раз-таки я это начала делать. Мне пришлось за 10 минут накраситься, потому что пока соберешься, пока оденешься, пока прическу сделаешь, там, короче, много времени уходит. Мы, если к 6 едем, то выходим из дома, получается, наверное, где-то в 5.20. Ну, представляете, да? Значит, в 4.50 я начала краситься, 10 минут и еще 20 минут на сборы. Там, если еду, с холодильника достать. Иногда бывает, что я салат по утрам делаю, так что, ну, салат приготовлю для того, чтобы на работу носить. Вот. Короче, я думаю, что все-таки с тех пор, потому что я в тот день тональную основу разнесла пальцами, ну, естественно, никаких праймеров не использовала, потому что у меня времени бы не хватило. Так, готово с личиком. Теперь я возьму пудру от L'Oreal, которая у меня в проекте. И эту пудру я наношу, сейчас увидите, на какие зоны, на лоб. Мне нравится, как разглаживает лицо эта пудра, именно на лобной части. Но я вам в апдете, кто смотрел, рассказывала про эту пудру, то, что на целое лицо однажды он мне просто стянул все, когда я полностью нанесла. В основном вот в этой части все стянуто было вот в этой части. Видимо, у меня тут наибольшая сухость кожи. Вот сюда вот еще наношу, чтобы тональная основа там лучше держалась, так как сюда у меня пойдут бронзеры, румяны, и из-за этого тоже тон лучше будет держаться, так как сухие продукты туда наношу из-за этого. И также немножко на шею, потому что у меня кожа шеи увлажнена, а сюда я использую бронзер. Всегда, всегда использую бронзер, девочки, потому что у меня кожа лица темнее шеи, не раз вам уже говорила. И чуть-чуть прям совсем наношу пудру. Почему я это делаю? Потому что если на увлажненную кожу вот в этой части сразу наносить бронзер, то этот бронзер вот так вот забивается в складочки. Очень это некрасиво смотрится. А пудра, получается, разглаживает эти складки, более сухо здесь становится, и бронзер, соответственно, ложится намного-намного ровнее, и никуда в складке не западает. Вот. Из-за этого я туда наношу иногда пудру. Но это только иногда. Вот сегодня тоже нанесла, потому что здесь у меня был уход сделан, и все-таки влажненько было, из-за этого нанесла пудру. Короче, надеюсь, вы поняли. Далее перехожу к бронзеру, и буду использовать бронзер от Essence, который у меня в проекте. Наношу с той же кисточкой, которая у меня шла с пудрой. Так, наношу совсем немного, потому что хочу, чтобы румяна лучше были видны. Ну и тщательно на шею, чтобы у меня тон кожи лица выровнялся с шеей. Видите, сразу переход плавный получается. Немножко вот эту часть наношу. Да, поэтому, девочки, если вы тоже используете бронзер на шею, то предварительно наносите пудру. Тогда у вас бронзер никуда не будет забиваться. Точнее, не будет забиваться в складки на шее. Все. Конечно, когда я ношу, допустим, с горлышком на работу водолазку, то я сюда ничего не наношу, потому что водолазка вся грязная будет. Так как из-под водолазки особо и не видно разницу шеи с лицом. Единственное, вот сюда немножко наношу, а в эту часть уже нет. Так, переходим к румянам. Самая моя любимая часть. Раньше, девочки, я вообще не воспринимала румяна. Я не использовала их. Всегда бронзером наносила. Но, как могли видеть, я очень много палеток румян приобрела себе и полюбила. Полюбила румяна. Они настолько освежают личико. Буду использовать румяна от Nars. Буду использовать румяна от Nars. И мне хочется сегодня воспользоваться вот с этим ярким оттенком, потому что я его еще не пробовала. По идее, я только вот с этими двумя оттенками пользовалась. И мне качество безумно нравится этих румян просто. Что мне нравится от Nars, которые вот у них не желейные, как они называются. Крем-то-паудер. Вот кремово-пудровые. Кремово-пудровая текстура румян. Я очень надеялась, что вот эта вот их пудровая версия тоже будет классной. И действительно, она супер-супер-супер. Как же мне нравится, как смотрятся эти румяны. По крайней мере, вот эти два оттенка. Они настолько ровно лежат. Никакой перепудренности. Боже, какая красота. Я просто фанат румян Nars стала. Ну, по идее, пока все продукты, которые я от Nars пробовала, они мне все нравятся. Ну, я не так много, можно сказать. У меня консилер. Я сразу же полюбила вот этот, который нанесла, да. И румяна. Пока всеми продуктами довольна. Так, давайте попробуем. Ух! Как он четко набирается. Ой-ой-ой. Может быть и... Да. Пигментация, конечно. Давайте на эту часть сразу разнесу. Ой, какой цвет интересный. Немножко кисточку стерла. Ой, какой оттенок красивый. Сейчас матрешку превращусь. Я, кстати, румяна вот сюда начала наносить. Вот в эту часть. Какой классный оттенок на лето будет. Ну, уже сейчас, можно сказать. Ой-ой-ой. Яркий достаточно. Я люблю много румян на лице. Ну, то есть, ну, чтобы, как бы сказать, чтобы это было ярко, но при этом, чтобы кожа лица не была перепудрена и красиво смотрела. С этими румянами, конечно, этого вообще не будет. Потому что, ну, реально. Ох, красота. Балдею, балдею. От румян Нарс. От всей души, девочки, советую. Это, наверное, пока что одна из моих любимых марок. Хотя есть еще румяна. Вот эти вот. Типпин Тач. Я уже не раз про них вам рассказывала. Это корейская марка, я так полагаю. Тоже текстура. Здесь она уже, когда дотрагиваюсь, она сразу как будто бы кремовая. Но она превращается на лице, типа, пудровые, что ли, становятся. Не знаю, как даже объяснить. Реально классные румяна. И тот оттенок розовый, который я хотела себе приобрести, в тот день, когда я хотела купить эти румяна, они не продаются больше в том оттенке. Возможно, сейчас есть, надо будет посмотреть. Так что румяна классные. И вот розовым цвете я тоже хочу. А это у меня называется Нью Дазлинг. На S-стайл продается, девочки. Внизу ссылку оставлю, если не забуду. Так что так. Эти румяна просто великолепно смотрятся на коже. Великолепно. Ничем не уступают нас, поверьте. А по цене, по цене, я бы не сказала, что дешевле. Но по идее здесь вы и по грамму получаете больше. Не могу сказать, по грамму сколько. Здесь все на корейском написано, да. По грамму нет, девочки. Так что очень тоже советую эти румяна. Конечно, я думаю, что палеточки от нас приобретать намного выгоднее, если вы еще на скидку попадете, да. Но тем не менее, имейте в виду, эти румяна классные, классные. Говорю, что не раз вам уже советовала. Ну и последним этапом я буду использовать хайлайтер от Essence, тоже из проекта. Использую вот этот хайлайтер. Потому что я его хочу уже закончить. Вот так вот немножко кисточку сжимаю, так как здесь у меня уже только по краям этого хайлайтера осталось. И вот таким вот образом набираю. Видите, продукт набрался. Теперь как я делаю. С одной частью немножко вот так вот на 30 градусов, можно сказать, кисточку наклоняю. Наношу. И оставшаяся часть, видите, здесь камера покажет. Здесь уже продукта нет практически, а здесь есть. Все детально вам хочу рассказать. И вот в этой часть наношу. А потом уже просто беру и вот так вот. Типа растушевываю между собой румяна и хайлайтер. Все. Какая красота, какая красота. А остатки вот так вот. Кстати, вот остатки, вот то, что у меня на кисти остается, по идее, практически ничего. Я вот так вот прямо по лицу прохожусь. Люблю сияющее лицо. Вот. Но не переборщите, потому что текстуру кожи может показать. Вот в этой конкретной части я это заметила. Но что я еще делаю? Беру спонжик. Беру спрей. По идее, можете любой спрей, даже увлажняющий просто, не обязательно фиксирующий. Чуть-чуть наношу на спонжик, вот на эту часть, где плоская. И прохожусь чуть-чуть сверху. Потому что, если вы так будете делать, то у вас намного-намного ровнее кожа будет выглядеть. Если, допустим, слишком перепудренное лицо, кстати, я вам этот трюк уже не раз показывала, и не раз об этом рассказывала, то у вас запудренность лица уменьшится. У меня, по идее, сейчас не запудренное лицо, но тем не менее, мне как-то вот этот этап нравится делать на себе. И кожа сияющая, свежая сразу же стала. Так, наверное, гетродиуми будет очень долгим. Далее переходим к глазам, наконец-то, а брови, наверное, в конце. Или сейчас бровки не занятся. А давайте сейчас бровками займусь. Буду использовать карандаш для бровей. Сейчас не буду наносить вот этот вот клей для бровей, скажем, от Got2B, классный. Почему? Потому что этот гель для бровей лучше наносить на чистое лицо, вообще полностью чистое лицо. Сначала оформить бровки, а потом уже все остальное делать, и глаза, и макияж. Если этого не делать, то, когда вы хотите уложить этим гелем бровки, то тональная основа смешивается с этим клеем, и, короче, некрасиво становится. Вот, из-за этого лучше этот продукт использовать вначале. Так, не почесала бровки кисточком. Сейчас, 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 чешу. Какой же долгий играющий продукт у меня? Вот этот вот карандаш от BH Cosmetics. BH Studio Pro называется. Смотрите, вот, потихонечку заканчивается, я думаю, не знаю. До конца этого года точно этого карандаша мне хватит. А потом могу спокойно избавиться от него. Потому что одну сторону я закончила, там, где маленький грифель. А эта сторона просто нескончаемая, потому что продукта достаточно много. Карандаш не мягкий, но при этом и не жесткий. Вот та жесткость, которая необходима для карандаша для бровей. Немножко концентрируясь на бровках. Так, не хочу слишком яркие делать. Вот так вот пойдет. И теперь нанесу гель для бровей от Essence. Я думаю, что скоро закончу его. Я даже стоппер сняла. И продукту уже достается все меньше и меньше. Но в следующий раз я не буду стоппер снимать, потому что неудобно красить, так как слишком много продуктов уходит. Сейчас уже не так много. Я думаю, что он заканчивается. Но с другой стороны, там очень много остается еще. Поэтому не знаю. Может быть, и в следующий раз стоппер сниму. Можно будет воспользоваться другой, допустим, кисточкой. Да, взять другую кисточку. Как-то, каким-то образом нанести. Не знаю. Короче, посмотрим. Так. Все. Думаю, что нормальные бровки получились.